Итоги уходащего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Лесной коктейль. В Беларуси идет заготовка березового сока. Занимается семь лесничек. Почем литр? Мяса много не бывает. В Бобруйске водитель пытался вывести с предприятия продукцию на 200 рублей. Получилось ли сэкономить? Дары флоры, озеленители города готовятся к массовой высадке цветов. Виола будет в этом году представлена в пяти расцветках. Когда улицы заиграют новыми красками. А также безвизовый режим, переработка мусора и скупка золота. В стране повысили цены на драгоценные металлы. Сколько дают за грамм? Не хуже фреши и смузи. В стране идет заготовка березового сока. В Могилевской области планируется брать больше полутора тысяч тонн. Бобручане могут обратиться за напитком в семь лесничеств. Цена за литр – 23 копейки. Продано уже около 40 тонн. Карина Гуревич оценила вкус природного нектара. Каждую весну, как по часам, Эдуард Осадчик отправляется в лес за природным напитком. Традиции он верен вот уже полвека. Сразу приобщил к делу детей, сейчас внуков. В этом сезоне план минимум 140 литров. А это 46 больших банок консервированного сока. У жены, говорит мужчина, особый рецепт. Поэтому эликсиром семейство обеспечено на весь год. Добавляет апельсин, он совсем приятный. Яблочный сок есть в прошлогодний, закрытый в банке, добавляем. Совсем уже не так, как чистый этот сок. Заготовка березового сока в Абруйске идет полным ходом. В будние дни здесь редко бывает спокойно, а в выходные и вовсе работники лесничества только и успевают опустошать пакеты. Покупатели уже увезли больше 40 тонн. Соблазняет как польза эко-коктейля, так и его цена. Всего 23 копейки за литр. В этом году у нас заготовкой сока занимается 7 лесничеств. Это Бобруйская, Приберезинская, Макарийская, Брожская, Петровичская лесничества, Домановская. В этих лесничествах население может приобрести сок. Есть способ запасаться живой водой и совершенно бесплатно. Главное – не нарушать закон. Сначала нужно обратиться в лесничество. Там покажут участок для сбора, объяснят технику и проинструктируют. Первое правило – не навредить молодым деревьям. Штраф до 640 рублей. Для березовой охоты подходят только взрослые сильные деревья с хорошо развитой корневой системой и богатой кроной. Диаметр ствола должен быть не меньше 20 сантиметров. При этом подсачивают их не раньше, чем за 5 лет до возраста главной рубки. Самый главный и постоянный покупатель березового сока – Оазис Групп. Промышленный гигант в этом году заготовил уже больше миллиона тонн напитка. В планах – еще 500 тысяч. В процессе производства он фильтруется, а для более яркого вкуса добавляют немного сахара и лимонной кислоты. Выпускают здесь как литровые упаковки, так и порционные – по 200 миллилитров. Весь продукт реализуют в течение года. Это наш национальный напиток. На него получен знак натурального продукта, который выносится на упаковку. Это соответствие национальной системе сертификации. Березовый сок пользуется популярностью как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Мы поставляем березовый сок в Германию, в Россию, в Казахстан. В народе березовый сок – панацея от всех недугов. За сезон медики рекомендуют выпивать не меньше 10 литров. На деле же напиток – целая сокровищница витаминов и минералов. Природный эликсир укрепляет иммунитет, очищает организм и даже помогает похудеть. Вот и секрет красивой и здоровой жизни. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Гриль вечеринки не будет. В Бобруйске работник пытался незаконно вывезти с предприятия мясо. В понедельник в районе 6 утра охрана досматривала выезжающий транспорт. В одном из автомобилей весь продукции не соответствовал документам. 40-летний водитель присвоил товар на сумму около 200 рублей. Составлен административный протокол по факту мелкого хищения. Первый тест – экологичный завод и стоимость пересылки. В Беларуси дорожают услуги почты и электросвязи. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Безвизовый въезд в Беларусь для граждан Литвы и Латвии будет действовать с 15 апреля по 15 мая. Ограничения снимутся в связи с приближением религиозных праздников. Иностранцам необходимо предъявить паспорт, страховку, отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. В Беларуси повысили цены на драгоценные металлы, которые скупаются у физлиц. Золото 375-й пробы теперь стоит 62 рубля 82 копейки за грамм, а 958-й – 160-48. Выгоднее стало сдавать также серебро и платину в любом виде, кроме слитков и монет. Централизованное тестирование стартует в Беларуси 14 июня. Первым абитуриенты сдадут белорусский язык – 16 и 17 числа русский, 19 – общество видения, 21 и 22 – математику, 24 – биологию, 26 – иностранные. Определены также резервные дни – 12, 14 и 16 июля. В Беларуси к 2025-му увеличат уровень вовлечения отходов до 64%. В этом поможет строительство новых объектов, в частности 16 заводов по сортировке и переработке мусора. Для экономики страны вклад в экологию – еще и стратегическое направление. В Беларуси дорожают услуги почты и электросвязи. В первую очередь изменения коснутся абонементной платы за основной телефон. Она поднимется на 14 копеек. Стоимость пересылки простой карточки, письма и бандероли весом до 20 граммов увеличится на 2 – как для физлисток и для юрлиц. Мавруйские тепловые сети приступили к подготовке и проведению ремонтной кампании. На апрель запланирована реконструкция магистрали по Гоголя от социалистической до центра занятости. Общая протяженность – 443 метра. Окончание намечено на август. Также будут вестись работы по 50 лет в ЛКСМ в районе домов 58, 60 и 66, а также детского сада номер 18. Завершение – в июле. Самой протяженной станет реконструкция трубопровода на Спартаковской от Минской до Володарского. Если при проведении гидравлических испытаний будут появляться какие-то промоины, выход воды на поверхность, просьба сообщать диспетчеру диспетчерской службы по номеру телефона 78-83-52. Всего в Бобруйске заменят около 4 километров теплосетей. В ожидании также Чингарская от Красноармейской до Володарского. Плюс бульвар молодежный. Кроме реконструкции будет производиться и текущий ремонт трубопроводов. Аромат весны. В Бобруйске вот-вот начнется массовая высадка цветов. Об этом еще зимой позаботились в зеленыхозе. Ландшафт в городе дополнят бегонии, вербены, пеларгонии и бархатцы. Оттенки от золотисто-желтого до васильково-голубого. О флористических композициях Ольга Васенда. Вся красота в Бобруйске начинается именно с этих теплиц. А весна у цветоводов наступает еще в декабре. Во флористическом районе территории Гектара к высадке готовят почти полмиллиона рассады. Осталось лишь дождаться отмашки небесной канцелярии. Зима в этом году задержалась. К сезону запланирован широкий ассортимент цветочной рассады. Конечно, самой первой культурой весенних цветников это будут у нас анютины глазки, либо еще как их называют виола. Виола будет в этом году представлена в пяти расцветках. Всего на новое место жительства отправится 13 видов растений. Цветовая гамма от золотисто-желтого до васильково-голубого, бегония, вербена, сальвия, пеларгонии и, конечно, бархатцы. Последние особенно порадуют ароматом. Почва на клумбах уже подготовлена. У нас коллектив все делает с душой, с хорошим настроением, поэтому у нас получается всегда хорошее, красивое растение. Здесь же выращивают комнатные растения, цветы на срез, саженцы деревьев и кустарников. Все дары флоры идут на продажу. Горшочек с фикусом, картензией и драциной обойдется в пять рублей. В два раза дешевле можно приобрести кактусы. Растения, которые кустарники, туи, можжевельники, люди тоже приходят с удовольствием у нас покупать, потому что у нас цены, посмотреть как с рынком, у нас намного дешевле. Бобруйск заиграет новыми красками уже в конце апреля. Обновятся центральные улицы, аллеи и въезды в город. Оформлением будут заниматься озеленители. Традиционно композиции приурочат ко Дню Победы. Помимо классических, бобручан ожидают и сюрпризы. Оценить работу озеленителей можно уже сейчас. На территории Бобруйской крепости появилась вот такая живая цифра – 77. Именно столько великой победы исполнится в мае. В год исторической памяти композиция обретает особый смысл. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Музыка славянской души. Образцовому оркестру русских народных инструментов Центра доп. образования детей и молодежи – 75. Сейчас в основном составе коллектива 18 человек. Здесь представлены дом, раба, лайка, баян, аккордеон, ударная установка и бас-гитара. Отрабатывают мастерство маэстро практически ежедневно по несколько часов. Двери открыты для всех желающих. Мы сами их готовим. У нас подготовительная группа. Мы начинаем с самого нуля. И когда они уже подходят год-два, они готовятся. И потом мы уже садим их в коллектив. Юбилейный концерт пройдет в эту пятницу. Вместо встречи – актовый зал Центра доп. образования детей и молодежи. Оркестр представит на суд зрителей часовую программу. От вальса Штрауса до еврейской народной песни «Хава Нагила». Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok